Смотрите в этой программе И может быть некоторые из нас увидят путь Из того, где вы находитесь сейчас Куда-то в особенное место И может быть некоторые из вас В конце концов вы найдете А где вы должны идти Жизнь человека это интересный путь Некоторые рождаются В счастливой семье Но их жизнь становится несчастной А иногда происходит наоборот Некоторые больные Выздоравливают и становятся здоровыми Некоторые убогие И несчастные Они начинают развиваться Становятся счастливыми Некоторые из рабства выходят И входят в обитованную землю Некоторых из грязи Садят в князи И тема моей сегодняшней проповеди Из грязи в князи Для некоторых из вас Из грязи в князи Можете подумать Ну что-то негативное такое Я когда пришел к названию Я почувствовал негативно Но потом я понял Потому что эта поговорка И из грязь в князь И из грязи Из грязи Мы шли вместе в храм В час молитвы И он пристально смотрел на них Надеясь получить от них что-нибудь Но Петр сказал Серебра и золота нет у меня А что имею То даю тебе Во имя Иисуса Христа Назарея Встань и ходи И взял его за правую руку Поднял И вдруг укрепили стопы И колени его И интересно то О чем сегодня хочу проповедовать Я верю в то Что Господь сегодня будет говорить К некоторым из вас И так как Он говорил ко мне И может быть Некоторые из нас Увидят путь Из того где вы находите сейчас Куда-то в особенное место Может некоторые из вас Как этот хромой Уже много лет Находятся в своей Какой-то хромоте И вы не знаете Что дальше делать Но как я сказал Что в жизни бывает Когда богатые Нищают Здоровые Становятся больными Так же и наоборот Так же несчастные Могут быть счастливыми И благословенными Кто был болен Может получить исцеление И милость от Бога И вот чтобы нам Получить это Я вижу Три различных мышления Мышление хромого человека Мышление хромого Мышление хромого Это не просто Это не просто состояние Это целое мышление людей It is not just a time It is not just a time It is a continuous thinking Of a lame person Однажды Бог говорил К Израилю Что как долго Вы будете еще Хромать на оба колена Once God says To Israelites How often How long are you going to stay Being lame Целое поколение Которое имело Хромое мышление A whole generation Was thinking As a lame person Они жили этим They lived with it Так вот Мышление хромого человека Just the thoughts Of a lame person Первое Он ищет всегда Крайних людей He always sees Somebody's fault Смотрит по кругу И говорит Кто виноват в этом He is looking around And asking Whose fault This time И ученики Тоже были Такими Одно время And so Were the apostles They had that kind of Thought В Иоанна В 9 главе Вторым стихом Они задают вопрос Кто согрешил Он или родители его In John Chapter 2 They've asked Jesus Who has sinned Him or his parents Они всегда Искали причину И всегда Кто-то должен быть крайний And they always Try to find a reason And try to see Who's at fault here Люди Хромые Всегда Ищут Крайних людей People that are Thinking In a lame way They always Trying to find An excuse Of someone else's fault В конфликте Всегда Кто-то Виноват А не Они сами In a conflict Someone else Is guilty Not them Это мышление Хромых людей That is the thoughts Of a person Who is lame Чтобы избавиться От этого мышления Нужно смотреть Не вокруг А внутрь себя To get rid of this negativity You gotta look Not around yourself But inside of yourself Хромые Они всегда Остаются Хромыми На всю жизнь People that are lame They stay lame For the rest of their life До тех пор Пока не изменят Это отношение Until they're gonna Change their thinking Это подобно Как иногда Дети Сорятся Сорятся Прибегают Я говорю Так Давайте разберемся It's just the same way As little kids They continue To make a fuss And make a lot of trouble Я спрашиваю Что произошло I ask What happened Они говорят Это он виноват Он меня первый ударил It's his fault He started it Они говорят Нет, это она Мне что-то сказала Первое And then he says No, it was her She told me this Детское мышление It's minds of a kid Иногда очень похоже На хромого человека Sometimes it's About equal As a lame person Он первый начал He started it Он виноват He's guilty Мышление зрелых людей Совершенно отличается От этого A mind of a bright man Is completely different Второе Что свойственно Хромым людям Something Number two What is very Common for those That are lame Они всегда Нуждаются В подачке They always need A hand Нуждаются в том Чтобы им Кто-то Что-то дал They always need Someone to give Them something Они как бы Попрошайки По жизни They're always Begging in life And then they ask Why does things Happen in my life Like this Они живут Что им Весь мир Должен They live As the whole world Owes them something Почему Мне здесь Не уступили Дорогу Why didn't They let me Through here А почему Здесь Мне не подали Why didn't They give me This here А почему Мне здесь Не включили Why didn't They turn that on А почему Мне здесь Не поднесли Мою обувь Why didn't They give me My shoes А почему Здесь еще Что-то Мне здесь Не занесли Maybe something Else They haven't Given him Мышление Хромое Thoughts Of a lame Person Они нуждаются В подачке They continually Need something Инициативы Ноль Ожидания На сто Процентов Zero Initiatives But expectation To a hundred Percent Это мышление Хромого Человека It's the thoughts Of a lame Person Никогда Не будет Успеха They're never Going to have Accomplishments На этой неделе Артур Симонян Интересную статью Запостил На фейсбуке This week Артур Симонян Said something On facebook Он Рассказал Такую статью Забегает Один Слуга К своему Хозяину И говорит Почему ты мне Платишь Один Рубль Елисею Пятнадцать Хозяин Слышу Там шум Слышу Кто-то Едет Нам бы На зиму Сено Купить Говорит Пойди Посмотри Что там Везут Пошел Слуга Возвращается Или работник Не слуга Просто работник Пошел Возвращается Говорит Правда Сено Везут Он Он Спрашивает А ты Не знаешь Откуда Может быть С Лукьяновых Лугов Говорит Не знаю Ну пойди Спроси Пошел Приходит И говорит Точно С Лукьяновых Лугов Он 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 Ну пойди Спроси Пошел Спрашивает Да Первого Покоса А по чем Они Продают Говорит Не знаю Ну так Пойди Спроси Почем Продают Пошел Спрашивает По 20 Рублей Завоз Как ты Думаешь Они Отдадут Нам За 15 Или Нет Говорит Не знаю И здесь Заходит Елисей И Елисей Говорит Везли Сено Я подумал Что нам Сено Нужно На этот Год Я Спросил Какого Покоса Договорился С ними За 15 Уже Загнали В Двор И Уже Разгружают И Елисей comes in, he goes, there was a truck driving by with a load of hay, so I asked them what kind of hay is it, is it first quality or second quality they told me this, so I told them to unload it in our backyard and I negotiated the price to $17 and he said and that is the reason I pay him $15 and you $1 thoughts of a lame person he's always in need you need to tell him what to do next and his life is always filled with fear Amen? Amen and now let's look at the thoughts of apostles or students 1. They were courageous number one courage comes from strength the Bible teaches that you will receive power when you're going to receive the Holy Ghost power is available for you and me when we receive that power we become courageous we absolutely know where and what to do then we act completely different the same way Napoleon or Hitler they knew they had an army behind them when we receive power of God we know that we have power and God is with us God gives us wisdom God gives us courage and that's when we live today we can say I don't know anything I don't know any ways on how to do things please give me something apostles knew where to get their strength and not to be minded of a lame person do you know where to get the strength who knows where to get that strength we all know we only need to receive it I believe that every single service we are going to receive that power I believe that every single service we are going to receive that power I believe that two hours that's spent here you are going to get charged with the power of the Holy Ghost that is going to give you wisdom for the following week these people were simpletons they finally figured out that these guys were with Jesus people see who we communicate with they know who we are they feel who we are they know who we are and some of them get paid 15 or some of them get paid 1 dollar because they know who you are I'm not just talking about financial or money I'm talking about spiritual here who are we we know what we're doing because we get the wisdom from God from God we have power and knowledge and the apostles only could give whatever they had inside of them they said silver or gold we do not have but we have something else something else that could truly bring you that could truly bring you that could truly bring mercy healing gold or silver isn't going to give that to you but I have something else that I can give you and I'm giving it to you look on me he looked towards them he said in the name of Jesus Christ get up and start walking he took him by the right arm he took him by the right arm he said now you go and he said now you go when he rose up he felt something he felt that Jesus is near and something is happening inside his body and he started raising up and he started walking and he started walking and he noticed that he's getting strength and he said something has happened and he started rejoicing in Christ and some of you are feeling the presence of God anybody here? and God really wants to change something in your life just by his mercy we do not have gold or silver to give you but I know who can give you grace and mercy to your life who can change your life I don't know what sort of disease you have or lameness in your life but if you see that your feet are gaining strength because the presence of God is here start getting up after the service we are going to be praying for you I believe that the first acts of the apostles have not changed and I believe that some of the lame people are going to be raised today and I've been praying the whole week so that the situation that you're in would be changed today because I do not want to play a beautiful, pretty church but I want the power of the Holy Ghost I want these two hours would be the greatest hours in the whole of your life and within these two hours you would be raised you would feel the presence of God just the same way that you are in the same way that you are in the same way and you would know how to act in life Monday, Tuesday and we would see how our feet are gaining strength and you will see how your feet are gaining strength how your family is gaining strength because you will get healed because you will get healed how you will see new doors open because these things are true and I know, I've seen it myself just by the prayer of the saints prayer of this church amen кто из вас получал от Господа ответ по молитве церкви who has ever received an answer by the prayer of the church raise your hands and keep them lifted now look around вы видите, что Бог реальный you see that God is alive и я верю в то, что сегодня Господь готов с нами быть здесь and I know that God is ready to serve you мышление для чуда thoughts for a miracle мышление для чуда thoughts for a miracle это целое мышление it is a complete different thinking Матфея 18-19 написано истинно так же говорю вам что если двое из вас согласятся на земле просить о всяком деле то, чего бы ни просили будет им от Отца Небесного Петра 2.24 написано что ранами его мы исцелились Матфея 21-21 написано о том что он говорит имейте веру и не усомнитесь то сможете сказать горе сей и чего не попросите в молитве с верой получите друзья, это вещи которые сказал Иисус Христос кому он это сказал? кому он это сказал? мне сказал тебе сказал веришь ты в это? ты чувствуешь, чтобы вера внутри тебя она стала подниматься? потому что Бог действует там, где есть вера в Иакова в 5 главе 14 стихом написано призовут присвятеров церкви помолятся помазав елеем и молитва веры исцелит болящего Иакоб writes that if you call the ministers of the church and they're going to pray in faith then God is going to heal them Святой Господь готов исцелять по молитве святых Божьих our heavenly Father is ready to heal by the prayers of the saints в Матвея в 9 главе 20 написано она сама в себе сказала если только прикоснусь к Нему и она сквозь толпу пробралась и прикоснулась и получила исцеление она себе сказала Иисус ей не говорил прикоснись ко мне и получишь исцеление если некоторые из вас себе скажут если я выйду за меня помолятся сегодня моя жизнь изменится Господь Ты исцелишь меня если только я прикоснусь к Тебе я знаю что Ты исцелишь и знаете что Иисус ей сказал дерзай дерзай черь вера Твоя спасла Тебя Дорогие друзья сегодня хочу чтобы молились молились за любую нужду которая есть на этом месте я знаю что Господь будет делать свои дела я помню момент когда я не был так уверен молиться за людей и меня Господь обличил и Господь сказал почему Ты не хочешь так просто молиться за людей я ему говорю Господи ну а если вдруг они не получат исцеление а мне Господь говорит они не получат исцеление потому что Ты думаешь что это от Тебя зависит нет Господи это же от Тебя зависит если это от меня зависит тогда Тебе стыдно не будет если кто-то не будет исцелен а если кто-то будет исцелен то слава будет мне и я понял что-то не я исцеляю не служители исцеляют но исцеляет сам Бог если Он исцеляет со славой Ему если Он не исцеляет это не я это Он решает и сегодня Он говорит молись за людей помазывай Елеем благословляй людей они прикасаясь ко Мне будут получать исцеление прорыв жизни Аминь давайте встанем для молитвы давайте помолимся о каждом человеке который будет смотреть нас в онлайн формате наше видео Аминь Я верю в то что Господь сегодня может исцелить любую болезнь несмотря даже на то что где вы находитесь пусть Господь прикоснется к Тебе там где Ты есть сейчас и явит Свою милость Господь прямо сейчас молю Тебя о каждом человеке который будет смотреть прямо сейчас Господь я молю Тебя за каждого человека Господь кто находится в болезни Господь прямо сейчас положи Твою милость положи Твое исцеление и да придет исцеление в их жизнь в их судьбу во имя Иисуса Христа какой бы ни были они больны болезнью Господь во имя Иисуса Господь Ты вчера сегодня вовек Ты исцелял Господь Ты подымал поэтому я в милость Твою молю Тебя о каждом человеке который нуждается в исцелении во имя Иисуса Христа Аллилуйя Господь молю Тебя за каждую семью Господь за каждую семейную ситуацию Господи кто сегодня молится Господь Боже пусть будет явлено милость Твоя и придет восстановление в семью пусть придет укрепление семьи взаимоотношения между мужем и женой родителями и детьми Господь во имя Иисуса Христа пусть каждый человек принимая верою получает милость от престола Твоего Святой Господь мы благословляем каждого человека Твоей милостью Твоей мудростью и Твоим помазанием во имя Иисуса Христа Аминь Халлелуя Редактор субтитров